Это видео предназначается исключительно для украинцев, другие его просто не поймут. Когда Владимир Зеленский победил на выборах с уровнем поддержки 74%, наше общество очень резко и жестко поляризировалось. Среди моих родных и знакомых сторонников Зеленского как-то особо не наблюдалось, зато его оппоненты были чрезвычайно непримиримыми. Я помню много разных политических противостояний в Украине, но вот настолько непримиримых не помню. В ходе иных дискуссий я, как человек, скорее симпатизировавший тогда Зеленскому, просто опасался, что меня сейчас не то побьют, не то со мной прекратят общение навсегда. К счастью, мои, с позволения сказать, оппоненты по дискуссии оказались людьми здравыми, поэтому мое здоровье в результате не пострадало. Поскольку, повторяю, я видел много дискуссий за все эти годы, то такого уровня накала, как вокруг Зеленского, вот этот уровень накала меня просто очень удивлял. До одного момента. Однажды в Мадриде я встретился с одним из моих испанских приятелей, он пришел с невестой, я затронул тему современной испанской политической жизни. Честно говоря, я о ней знаю только в самых общих чертах, поэтому позволил себе какое-то неосторожное высказывание. И что тут началось? Доказывать мою неправоту включился знаменитый испанский горячий характер со всей возможной тональностью голоса и всем вот этим широчайшим спектром испанской жестикуляции. И тут у меня случился эффект джавю. Если бы темой обсуждения был, условно говоря, не Педро Санчеса, а Владимир Зеленский, то все остальное было бы на месте. Вся вот эта эмоциональность и все та же непримиримость позиций. Вот я тогда подумал, а мы ведь не одни такие. Эти же испанцы в своих симпатиях или антипатиях в политической сфере очень и очень похожи. Ну а теперь сделаю шаг в сторону. Один из важнейших выводов, который я вынес за 11 лет работаем в системе Адизиса, это вывод такой. Договариваться очень сложно. Чтобы договориться, нужно с одной стороны уметь слышать аргументы другого человека, а мы не умеем слышать. А еще нужно понять его эмоцию, а еще допустить такую крамольную мысль, что у этого оппонента есть не просто право на такое мнение, но и даже иногда есть основания так считать, как он считает. Чтобы вы понимали, насколько это сложная задача, я вам сейчас брошу красную тряпку. Вот представьте себе, вам нужно услышать аргументы некого персонажа, вдуматься в эти аргументы, понять основания для них и что в них может быть рационального. Пока все вроде бы просто. А теперь представьте себе, что этот персонаж это Медведчук. Чувствуете, как у вас все внутри перевернулось? А ведь Медведчук не самый экстремальный пример. Догадываетесь, о чем и о ком я сейчас. Кстати, в методологии ДИСа есть определенный набор инструментов, который в теории должен помочь людям договориться. Я не буду их сейчас перечислять, кому интересно, поищите сами. И напоследок. Если бы я сейчас составлял программу обучения в школах, я бы добавил в нее два предмета. Критическое мышление и умение договариваться. Потому что мне кажется, что это два абсолютно необходимых навыка для любого человека. И что общество в целом, благодаря только этим двум навыкам, могло бы сделать просто-таки гигантский скачок вперед. Вы мне пишите, что нельзя вот так обрывать видео. Нужно дать финальную заставку и попрощаться. Ну что ж, дорогие мои, до новых встреч на этом канале. А дальше идет заставка, которую я сделал лично, специально для тех, кому ее не хватает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова